Так привлекают жители окрестных домов. На этом автомобиле развозят хлеб и раздают его всем нуждающимся. Одни берут сразу по несколько булок, другие отказываются от хлеба. Сергей Иценко уверяет, еда у него есть, да и предлагают взять ее часто. Но это не значит, что он ни в чем не нуждается. Родственники у меня есть, у меня единственное не хватает чего, это не матрасы. Все намокло, я сплю на сетке. Поэтому если бы предложили матрас бы сейчас один, я бы с удовольствием взял, потому что мне этого не хватает. А накажители соседних домов уверяют, этот хлеб чуть ли не единственная помощь, которая была им оказана за неделю. Продукты в поселок везут, но распределяются они, по мнению жителей, неправильно. Ну вот дают по тем улицам, по которым, которые не затопило в первую очередь, вот по тем улицам возят. По Миро улице, по Альмагомбетово улице, ой, по этой, господи, по Миро, по Юбилейной, по нашей улице еще не возили. Вот сейчас позвонили, сказали, ждите, должны сегодня привезти, вот мы стоим, ждем. Не видят эти женщины и смысл в многочисленных гуманитарных караванах, которые приезжают в поселок. Одезда, по их словам, до людей практически не доходит, поэтому пострадавшим остается только сушить подпорченные вещи. Реагируют на это по-разному. Некоторые на помощь уже и не надеются, другие изо всех сил стараются выбить хоть что-нибудь. Я ничего не могу для детей добиться, мне ничего не надо. Хожу, прошу, постельная, матрасы, вещи, не надо нам. Хотя вот это элементарное, нигде не могу ничего для них добиться. Придите вечером, придите там во столько-то, приходим, ничего. Такая ситуация, по словам жителей, длится сначала паводка. Некоторые сельчане настроены пессимистично и уверены в том, что они их просто забыли. А все в нескольких десятках метров от их домов раздается гуманитарная помощь. Управление культуры по Караганской области привезло сюда целую фуру продуктов. Овощи, а также сахар, муку и прочие продукты раздают мешками. Столпотворения у фуры нет. Все прекрасно понимают, что продуктов хватит на всех. Эти люди вообще по-другому отзываются об оказываемой помощи. Говорят, что всего привозят доволь, причем учитывают и пожелания самих сельчан. Ну, сейчас вот продукты получаем. Обещают сейчас вечером к вечеру постельные. Сапоги получил, потому что туда в дом затопленный не пройдешь. Говорить о том, что продуктов в поселке нет, нельзя. К штабу, расположенному в поселке, с различных регионов Казахстана прибывают фуры с гуманитарной помощью, которая после и распределяется среди пострадавших. За то, чтобы помощь доходила до всех, отвечают конкретные люди. В список лиц, ответственных за помощь, есть в здании поселкового Акимата. За каждой улице закреплено отдельное управление, а за ним стоит конкретный человек. Позвонив по указанным номерам телефона, человек может подать заявку и впоследствии получить все, в чем нуждается. Как уверяют местные власти, массовых жалоб от населения нет, что говорит о том, что в целом ситуация под контролем. Но при этом признают, снабдить всем необходимым всех желающих пока не могут. Больше всего люди сейчас нуждаются в спальных принадлежностях, так как матрасы, подушки и одеяло пришли в негода с мести с мебелью. Однако при этом стоит понимать, чтобы быть полностью уверенным в том, что помощь дошла до реально нуждающихся, лучше лично передавать ее в руки пострадавшим. Алексей Неконор, Дмитрий Поленов, Новости Тимиртау. Дмитрий Поленов, Новости Тимиртау.